Ах, ослаби, ладыко! В храме Серафима Саровского первым воскресным утром октября состоялась божественная литургия, возглавляемая вновь назначенным благочином Одинцовского церковного округа, протеереем Игорем Нагайцевым. Отец Игорь в районе человек известный, он возглавляет сразу несколько храмов. Никольский в Сидоровском, Михаил Архангельский в Краснознаменске, Донской в Кубинке, теперь и Георгиевский собор Одинцова. Ему сослужили настоятель Серафимовского храма священник Леонид Сапченко и священник Никита Силин. За богослужением пел приходской хор, а также сводный детский хор приходов Одинцовского благочиния. Всего Голицынский храм вместил более ста юных певчих. Святый святник, ой, 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 ой. Если мы будем верить в Бога и с такой же дерзостью подчас говорить о том, что я верю в Бога, но ничего не делать, не проявлять тех сторон духовной жизни, которые действительно говорят, точнее, как о верующем, то все эти слова будут пусты. Церковь Серафима Саровского в Голицыне, поистинный народный храм, возводится уже почти 10 лет на пожертвования местных жителей. Их имена на храмовых стенах. За них ежедневно возносится молитва. Здесь хранятся частицы мощи Дивеевских святых и святого врача Луки Война-Ясенецкого. Сегодня сооружение – настоящее украшение Голицына, особенно после освобождения от строительных лесов. Однако впереди большие работы по внутреннему устройству и украшению храма. По окончании литургии все юные певчи отведали горячие каши из полевой кухни и отправились делиться достижениями во вновь построенный дом Причта. Воскресные школы сегодня имеются почти во всех храмах благочиния. Здесь дети изучают закон Божий, основы православной веры, церковно-славянский язык, а также занимаются творчеством и спортом. Воскресная школа, по сути, безальтернативная образовательная площадка, ведь все обучение здесь совершенно бесплатно. Занимаются дети музыкой, всеми видами изобразительного искусства, изучают иностранные языки, ставят спектакли, участвуют в спортивных соревнованиях. Все расходы на обучение берет на себя церковь. В воскресные школы принимают всех желающих без творческого отбора. Условие одно – церковная жизнь. Здесь учат многому, но главное – учат детей быть людьми, любить родителей, близких, помогать слабым, брать ответственность, вести здоровый образ жизни. А творческих успехов здесь добиваются значительных, как брат и сестра Кармухины, продолжающие дело своей знаменитой родственницы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Свои творческие достижения продемонстрировали воспитанники воскресных школ, в храмах Одинцова, Жаворонок, Назарьева, Сидоровского, Знаменского. Хозяева же показали гостям кукольный спектакль «За яблоками» – куклы собственного изготовления. Зачем все это нужно современному ребенку, поясняют сами юные творцы. Там рассказывают очень интересно. Дети учатся по православию. Чтобы дети узнавали что-то новое, узнавали больше про Бога. Ольга Винтер, Одинцовское благочение, телекомпания Одинцова.